Ли Юй Цзэ учится на первом курсе Шадринского педагогического университета. Изучает русский язык и литературу для того, чтобы, вернувшись на родину, обучать русскому языку своих соотечественников. Перевести на китайский словосочетание «синельная вышивка» вряд ли удастся, даже с гугл-переводчиком. Но сделав несколько самостоятельных стишков разноцветной нитью, девушка обязательно запомнит, что представляет из себя это старинное ремесло. Однокурсница Ли Мунира Кадамшоева тоже знакомится не только с языком России, но и ее культурой. Я хотела бы как-то хорошо узнать русский язык, как-то еще больше, чтобы, если я преподавала бы в своем родном стране, то как-то могла бы объяснить людям там. Что такое матрешка, Мунира теперь, когда попробовала сама нарисовать и раскрасить ее, точно сможет объяснить своим будущим ученикам в родном Таджикистане. Впрочем, многое из того, что было представлено на выставках и мастер-классах конвейера русских ремесел, так назвала это мероприятие его организатор, второкурсница ШГПУ Настя Бибикова, даже местные зауральские студенты видели впервые. Анастасия – инициатор проведения культурно-образовательного фестиваля «О России с любовью». Этот ее проект получил поддержку фонда «Росмолодежь». Это первое мероприятие масштабное, городской конвейер русских ремесел. Здесь в рамках мероприятия будут проходить выставки, но они уже проходят. Это от музея имени Бирюкова «Русская изба», это от центра «ЛАД» «Народный текстиль» и лоскутная пластика от ШГПУ. А еще в рамках реализации гранта прошел круглый стол художники Урала, главным гостем которого стал член Союза художников России Виктор Борисович Долгушин. «Живая история Шадринска». Так мастера представил студентам его коллега по цеху Сергей Брагин. «Художники на пустом месте не рождаются». Выразил суть своего рассказа о Шадринске, о становлении художественной школы, о развитии выставочного процесса, один из признанных мастеров графики. Студенты, в свою очередь, выступили с докладами о тех, чье творчество стало историей художественной жизни Зауралья. То, что происходило в это время в других аудиториях второго корпуса ШГПУ по улице Октябрьской, объединяло два обстоятельства – грант Анастасии Бабиковой и территории Центра искусств, ремесел и дизайна, который с сентября нынешнего года открылся в университете. О целях создания нового творческого пространства рассказывает Светлана Паперовская. Центр создан в рамках Шадринского государственного педагогического университета, но он создан для всех желающих, которые хотели бы приобщиться к творчеству, к современному искусству, к русским народным ремеслам и промыслам, и, соответственно, к дизайну. Дизайн интерьера, графический дизайн и так далее. Мы созданы для того, чтобы привлечь как можно больше школьников, студентов, взрослых, именно к творческой деятельности, к тому, что они могут где-то развить свое творческое воображение, где-то отдохнуть от рабочего дня, где-то, наверное, развивается мелкая моторика рук. Вообще, очень много сейчас занятий, связанных с компьютером, с компьютерной графикой. А хотелось бы, чтобы наши дети, наши студенты делали что-то своими руками, умели что-то сделать для себя, для дома, для уюта своей семьи. Соперничать с существующим Шадринским центром народной культуры ЛАД Институтский центр ремесел и дизайна не собирается. Здесь хотят представить все разнообразие современного декоративно-прикладного искусства и вовлечь в творческий процесс всех желающих. Роспись по стеклу, например, витражная роспись, это различная, значит, работа с бумагопластикой, это работа с кожей, обязательно будем работать с глиной. Значит, глину пока берем современную, потому что обработка глины, то есть изделия, мы берем пока лепим современные изделия. Вот, значит, берем обязательно, как бы, работу с различными природными материалами. В центре будет работать у нас, работает лаборатория дизайна, и, соответственно, тут идет целый пласт дизайнерской работы. Такой вот больше, такой вот, наверное, современный центр, который, в принципе, включает и народное тоже немножечко искусство и творчество. Конвейер городских ремесел – первый этап реализации гранта Анастасии Бабиковой, как нельзя лучше вписался в пространство университетского центра ремесел, искусств и дизайна. До Нового года на этой новой творческой площадке пройдет еще несколько интересных для горожан событий. В ближайшее время мы хотим открыть выставку распродажу к Новому году различных сувениров и, значит, подарков. И, соответственно, будет две выставки. Одна небольшая выставка будет новогодняя, и вторая выставка – мы планируем, значит, наших студентов, работы наших студентов. То, что мы вот сейчас образовательными программами сделали за сентября месяца по декабрь. Субтитры создавал DimaTorzok